Американцы жалуются на полтергейст. Илон Маск представил подземку будущего, а в Париже на тату-фестиваль собралось более 400 художников по телу. Об этом не только. Смотрите в нашем обзоре. Подземка будущего. Основатель Тесла и SpaceX Илон Маск продемонстрировал концепт беспилотного электробуса для подземных тоннелей. Передвигаться капсула будет автоматически, согласно заданному маршруту. А опускаться и подниматься на поверхность при помощи лифтов, оборудованных на остановках. Предполагается, что курсировать в тоннелях электробусы смогут со скоростью 240 км в час. Электронный полтергейст. Владельцы популярного в США встроенного в колонку помощника Алекса начали активно на него жаловаться в соцсетях. Он, дескать, начинает смеяться, когда ему заблагорассудится. Иногда зловещий смех доносится даже ночью. Пользователи говорят, такие выходки пугают не на шутку. Создается впечатление, что дома завелся полтергейст. Компания-производитель уже отреагировала на жалобы и теперь пытается усмирить свое детище. Прокатился на кругленькую сумму. Американец Кенни Батчман задолжал Uber 1600 долларов за поездку. Кенни немного перебрал с алкоголем на вечеринке в городе Моргантаун, штат Западная Вирджиния. Вызвал такси, чтобы добраться до отеля, где остановился. Однако по ошибке вбил домашний адрес и отправился в Нью-Джерси, который находится в 500 км оттуда. Очнулся, когда был уже на полпути. Батчман решил рассказать свою историю и собрать деньги на краудфандинговой платформе. Однако весь долг оплатила компания по доставке здоровой пищи. Таким образом отблагодарила Кенни за то, что он не сел за руль пьяным. Два кита, мама и детеныш застряли в рыболовецкой сетке у берегов Сальвадора. О двух пленниках властям сообщил местный рыбак. Для их спасения задействовали целую команду рыбаков, биологов и ветеринаров. Когда млекопитающих освободили, команда спасателей следила за ними еще 15 км, чтобы убедиться, что молодая мама и детеныш в полном порядке и могут беспроблемно передвигаться. Тело превратилось в художественный холст на международной ярмарке татуировок в Париже. Более 400 художников из Азии и Австралии съехались во французскую столицу на эти выходные, чтобы продемонстрировать свое искусство. Ежегодно фестиваль посещают около 35 тысяч человек. Тату-мастера уверяют, самые популярные рисунки сейчас это драконы и персонажи видеоигр. Многие, однако, остаются верны классике иероглифом на шее и бабочком на пояснице. Торжественное открытие Паралимпийских игр состоялось накануне вечером в Пхенчхане. Представители 48 стран-участниц вышли на стадион под флагами своей страны. Одна из них, Северная Корея, представленная всего двумя атлетами, в этом году дебютировала. Сборная Украины в первый же день завоевала пять медалей. Одно золото, одно серебро и три бронзы. Первое золото Украине принес Виталий Лукьяненко, который выиграл спринт среди мужчин с проблемами зрения. Продолжение следует...